Здравствуйте! В эфире программа подробности. Вот уже несколько недель не утихают страсти вокруг территории бывшей воинской части в Рязанском микрорайоне Агропром. Инвестор собрался на территории этой воинской части построить современное мебельное производство. Часть местных жителей выступила активно против, ссылаясь на то, что якобы это производство и без того ухудшит и без того не самую лучшую экологию Агропрома. Мы решили провести собственное расследование и без всякого труда нашли инвесторы. Представитель его у нас сегодня в студии. Это директор мебельного производства ООО «Грант» Олег Приживальский. Здравствуйте, Олег Горнидович! Итак, мебельный кластер в поселке Агропром. Что вообще такое мебельный кластер? Вот как это понимать? Мебельный кластер – это объединение нескольких производств, скажем, от лесопиления, от заготовки на делянок пиломатериала до изготовления готовой продукции. Мы планируем, что это будет несколько производств, в которых будет основано и лесопиление, и сборка, и продажа готовой продукции. Так как у нас в Рязанской области большое количество березы, мы будем основываться именно на переработке березы и выпуск готовой продукции. В Рязанской области никто не занимается крупной переработкой березы. А в Агропроме, насколько я понимаю, вот на этой территории планируется сразу делать все – и лес пилить, и что-то там разделывать, и собирать, или же я ошибаюсь? В Агропроме у нас планируется производство только по сборке готового изделия. Лесопиление у нас будет именно возле делянок, чтобы была правильная логистика, зачем же бревно ввести в город Рязань, совершать лишние грузоперевозки, когда все это можно сделать именно там, где эта береза растет. На территории фабрики планируемой, которая будет создаваться в Агропроме, там будет только собираться готовое изделие. То есть только сборочное производство? Да, в основном будет сборочное производство, упаковка, ну то есть все будет готово только к подправке. Мы планируем, что мы будем работать, как признано в Европе, мы будем работать по кооперации, то есть несколько, там фабрика будет заниматься лесопилением, подготавливать изделия, ЧМЗ будет производить, то есть… ЧМЗ – это что такое? ЧМЗ – это черновая мебельная заготовка, то есть та, которая уже прошла деревообработку, она прошла строжку, пиление, а именно в Агропроме мы планируем, что уже к нам будет поступать ЧМЗ, она будет, ну, некоторая обработка еще будет происходить, и будет производиться сборка готового изделия. Ну то есть, по сути, отверточное производство, что называется? Ну да, можно сказать, отверточное производство. Ну а все-таки почему прицепились-то вот именно к Агропрому? Почему именно этот участок, а не какой-то другой? ЧМЗ – и Агропром, именно это место, бывшая база, военная база, нам удобно по логистике, что там удобны железнодорожные пути, подъезд автотранспорта, ну и, конечно же, расположение удобно для людей, что люди могут добраться на фабрику, и рядом есть живые массивы. Мы хотим обеспечить этих людей работать. Вопрос, который волнует прежде всего местных жителей, насколько это экологически безопасно? Значит, у нас есть очень много примеров в нашей стране по экологически безопасному производству. Это будет относиться к плотницко-столярной изделия. И, значит, есть очень много примеров, но один из примеров мы можем взять, которая фабрика «Марио Риоли» производства дверей, она находится в Тульской области, город Донской. Она находится в самом городе. Мы можем видеть, что на этой фабрике полный порядок, значит, и там зеленые насаждения, и территория приведена в порядок, привезено озеленение. Также мы хотим и в Агропроме произвести, навести порядок первый на этой территории. Ну, навести порядок на самом деле есть. Где мы побывали? На том участке, где, собственно говоря, планируется построить мебельное производство. И вот сейчас вы видите кадры, что там есть на самом деле, да? То есть это, насколько я понимаю, бывшие склады ГСМ воинской части. Да. Всю эта территория брошена. Она, когда военные ее оставили, она вообще превратилась в какой-то хаос. И вандалы разрушили. Ну, и привели эту территорию вообще в ненадлежащие. Ну, да. В одном из рязанских СМИ была публикация, что это готовый парк. Ну, конечно, я не знаю, это парк для кого и кто туда ходит. Вот, на мой взгляд, там кроме асоциальных элементов делать некому. Мамочке с коляской тут явно не проехать, не пройти, да. И, с одной стороны, железная дорога. Тоже такое соседство для парка малоприятное. И понятно, что там за счет города благоустроить здесь парк, ну, это просто неразумно, кто в него будет ходить. Еще хочу обратить внимание, что экологи пометили деревья, которые теоретически могут пойти под сруб. Ну, кстати, часть деревьев, вот сейчас это хорошо видно, они больные. Что касается срубы зеленых насаждений, да, этот вопрос тоже как бы очень волнует местных жителей. Вы планируете рубить там? Действительно, фабрику, наверное, будет сложно посадить без вырубки той зеленой зоны, которая есть. Для местных она, пусть не место для прогулок, но некая санитарная защита и со стороны железной дороги в том числе. Мы хотим улучшить эту территорию. Значит, даже если будут построены производственные площадя, территория будет облагорожена, будет высажено зеленое насаждение. Также мы планируем облагородить прилегающую территорию, чтобы это был действительно эстетический вид. И все-таки у нас современное производство, которое радовало бы глаз не только наведением чистоты и порядка на территории и озеленения, но и прилегающих территорий. Олег Леонидович, ну вот вопрос, что называется в лоб. Вы – рязанская фирма, вы – рязанский инвестор, правильно я понимаю? Да, мы – рязанская фирма. Мы платежи оформляем и оплачиваем в рязанский бюджет. Мы хотим поднять наш город, хотим создать рабочие места. Мы планируем, что рабочих мест будет около тысячи человек. Значит, вот именно здесь, вот на этом агропромовском участке? Мы планируем создать тысячу рабочих мест. Мы же, также мы планируем обучение специалистов, которые будут там работать. Мы заинтересованы в квалифицированных, высокооплачиваемых специалистов для нашей фабрики. У вас сейчас есть производство, вот что называется, портфолио, которое можно показать? У нас одно предприятие работает, и мы сейчас создаем еще несколько предприятий, которые будут заниматься переработкой березы. По переработке березы мы планируем, что мы будем перерабатывать полностью пиломатериал. То есть мы будем перерабатывать и горбы, и стружку, все полностью. То есть не будет никаких отходов, мы будем делать брикеты, полностью использовать сырье. Итак, давайте еще раз резюмируем, собственно, что даст строительство мебельного предприятия. Не будем говорить кластера, поскольку кластер, как мы выяснили, это сеть предприятий, а в агропроме планируется разместить только одно. Так что даст строительство мебельного предприятия непосредственно жителям агропрома? Ну, первое, я думаю, что мы наведем именно на этой территории порядок, облагоустроим территорию. И люди агропрома, ну, не будут видеть разруху, это какое они видят сейчас. Мы видим, что там ни подъездных дорог, вообще территория заброшена, неблагоустроена, использовалась не по назначению. Первое, это первое. Второе, что мы дадим рабочие места агропрому и жителям Дашков-Песочных, облагоустроим территорию. Ну, и платежи бюджета, конечно, они, я думаю, это тоже имеет какое-то значение. Ну, это имеет большое значение. Большое спасибо Олег Пржевальский, директор мебельного производства ООО «Грант», представитель инвестора, который собирается построить в Рязани, в наше нелегкое, с экономической точки зрения и время, новое производство. И дать городу и его жителям порядка тысячи рабочих мест. Это была программа подробности. До встречи в эфире.